Ну, музыкальный бизнес, он всегда все равно развивается, когда есть какая-то, ну, какая-то составляющая творческая, да, и все-таки какая-то финансовая, да, на мой взгляд, поддержка есть, потому что все равно каждый проект нужен, ну, интересный или неинтересный. Не бывает такое все-таки время, как бы не бывает таких чудес, которые еще могли проскочить там в конце 80-х, в 90-х, когда все как-то еще, все равно как-то все устоялось, все равно существуют рычаги воздействия на людей, да, это, если касается там поп-музыки ярко выраженной, это все-таки радио, даже в большей степени сейчас стало на самом деле, чем, потому что одно время все-таки выигрывало телевидение, сейчас все равно для популяризации песни очень важны какие-то законодательные радиостанции, ну, конечно же, телевидение, что там и говорить. И вот это все, и, конечно, интернет, но все равно для популяризации такой классической формы поп-музыки все равно эти два рычага, они считаются основополагающим, оттуда в основном все идет, потому что если здесь пошло, значит, оттуда уже тоже будет интерес к этому, чем если оно просто выходит. Если какое-то фейковое немножечко, какое-то фриковое, даже фриковое больше что-то, то это можно запускать через интернет, там оно может иметь какую-то дорогу свою. Поэтому в любом случае начинающим артистам надо задумываться, что либо вообще идти всю эту непонятную гущу событий, либо все-таки, может быть, как-то переболеть, потому что все, в общем-то, процентов на 90 хотят петь, там, ну, многие, там, девушки, женщины, там, и парни молодые, да, хотят там петь, выступать в группах. Мне кажется, что надо просто все это взвешивать, потому что сложно, и нужно изначально, чтобы была идея какая-то, да, чтобы это было интересно, чтобы даже если кто-то заинтересовался, мог бы, там, вложить какие-то деньги в этот проект. Очень важно, вот, чтобы это все было, потому что на моем веку очень было много разных проектов, и безденежных, и денежных, и порой удивительно, что вот талантливые проекты могли многие и по каким-то несостоятельным моментам, не продвигаться, как они могли. Здесь все очень важно, как вот будет стечение обстоятельств, насколько ты удачливый, и насколько, в принципе, вообще ты заряжен на победу, как в любом случае вообще. То есть человек должен быть изначально, вот, он видеть цель какую-то и к ней идти, стремиться. То есть это не то, чтобы переходить, просто я взял форму жуткую и гипертрофированную, как шоу-бизнес, это гипертрофированная, мне кажется, форма жизни обычного человека. Здесь все на показ, все настолько это, что можно обалдеть. Если ты не соответствуешь многим этим качествам, да, то есть ты должен немножечко быть таким, 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 таким. Тоже, как и политика, там тоже такой же набор, но приблизительно одинаковый, на самом деле. Это такие вещи, они, в принципе, в нашей политике, они являются самыми выдающимися артистами, на самом деле. Ну, по-моему, ну, мне так кажется. И они, кстати, и правильно делают, потому что артистические данные, это раньше было театр, театр. Сейчас у нас театр происходит везде, ты должен быть артистом. И чем ты больше артист именно, не просто артист-артист, а вот именно как Владимир Владимирович Жириновский, например, или Владимир Вольфович. Да и Владимир Владимирович тоже, они все прекрасные артисты. Они могут, они и очень талантливые там люди, управленцы, еще что-то, но они и артисты, они могут выступить, как они говорят. Все работает, это самые главные наши звезды, поэтому тягаться за ними не может никто. Это как, как был анекдот такой, что пригласили большевики Владимира Владимировича Ленина, чтобы он их поздравил с юбилеем. Владимир Владимирович подумал и 25 тысяч евро объявил. Ну, такая какая-то, ну, грубо говоря, или там, вот, или что-то такое. Ну, в принципе, то есть, конечно же, все равно многое решают, и в большинстве случаев решают, конечно, вот эти все составляющие факты. Но надо все равно быть самому интересным каким-то, да, то есть, иметь набор репертуара или каких-то монологов, если ты являешься, там, юмористом, да, грубо говоря. Нужно что-то, что-то было. Потому что многие, например, я вот так столкнулся, да, много такого народа, да, которые вот мне тоже звонят, там, ой, а сделайте из нас этих. И так сложно, вроде бы родители готовы, причем даже с деньгами. А так сложно, у них такое представление о том, что должно быть. Вот они, им кажется, что должно быть так, а это вообще не нужно. И вот им это, и вот получается так, потому что очень нужно видеть свою публику, свой формат той музыки, который интересен в данной стране. Не где-то отвлеченно в Лондоне, не где-то отвлеченно, там, в Торонто, не где-то отвлеченно, там, в Дамаске, да, грубо говоря, да, со своими моментами. А именно конкретно в нашей стране, что может быть интересно людям сейчас здесь, за что они будут родные свои деньги кровные отдавать. Это тоже очень тонкий момент. Это вот он, я просто сначала много говорил про финансы, это понятно, но то, что нужно сечь фишку, раньше такое было выражение, сейчас я не знаю, есть ли оно, мне очень нравилось, эту фишку держать, чтобы ты понимал, насколько ты можешь быть, и не только сиюминутный, сиюминутный понятно, но, потому что все равно у нас в общей массе достаточно такая консервативная страна. Мы вот как вот все равно радиошансон никогда никто не переплюнет, это да, у нас все равно даже количество радиостанций превалирует, радиостанции более академическо-архаические, а-ля там радиоретро-шансоны, это гораздо больше, чем молодежные течения. И так и есть, страна такая консервативная, даже молодежь у нас может слушать шансон. Удивительно, но это так, вот у нас какие-то корни существуют, у нас музыкальные вкусы, это надо тоже понимать, что вот я люблю Селендион, здесь буду делать, а кому нужно Селендион? Она и здесь-то у нас не собирает ничего, даже приезжает в Крокус Сити, а куда если она уедет в Сергеев Посад, она же вообще даже непонятно будет, побьют тебя за такие слова, что ты знаешь такую певицу. И это надо все понимать, это надо все мониторить, и самые лучшие наши продюсеры, они это все взвешивают. И я потому что тоже сейчас, в принципе, занимаюсь этой деятельностью, почему я так вот и говорю об этом, что это интересно, то есть ты берешь ответственность на себя действительно за вынашивание какого-то продукта, увидев публику главную, кто может реально прийти, девушки, юноши, сексуальные меньшинства или большинства, или вообще непонятно, но это надо все видеть, и от этого отталкиваться, придумывать историю, нанизывать ее как что-то, какие-то определенные, потому что сейчас вот это просто я пою хорошо, ну и что, давай дальше, вали уже, это понятно, нет, хорошо, круто, когда ты поешь хорошо, но ты при этом должен быть, ты должен хорошо выглядеть, ты должен быть, пум, пам, 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 и при этом, при всем, это хорошо, что ты хорошо поешь.